На помощь! Мой герой. Не преувеличивай. Я так тебя люблю. И я тебя люблю, Маринетта. Натани! Что ты рисуешь? Что? Из-за своих нелепых художеств ты отстаёшь по химии. Простите. Сейчас же отправляйся к директору и покажи ему свои каракули. Он их оценит по заслугам. Там и будешь просить прощения. Сабрина, это же Нейтан, как супергерой. И смотри, кого он спасает, Маринетт. Кажется, он в тебя влюбился, Маринетт. А ну отдай! Хватит! Натаниэль, вот! Художники такие чувствительные. Это по мне. Лечи к нему, мой маленький Акума. Замани его в свои злодейские сети. Твоё творчество разбивает со стену непонимания? Злолюстратор, я твой друг и покровитель искусств. Я окажу тебе поддержку. Но, как ты догадываешься, не даром. Взамен ты добудешь кое-что для меня. Говори, что тебе нужно. Следующими практическое задание выполняют Нина, Эден и Аля. Да! Везёт же. А также Сабрина, Хлоя и Маринетт. Не везёт. Эх, мадам, нельзя добавить Маринетт в другую группу. Мне с Сабриной лучше работать вдвоём. Эта работа должна быть сделана в группе, а не в паре. Я не хочу работать с ней. А ты не хочешь поменяться группами, Аля? И попасть к этим злючкам? Вряд ли. Но я обещаю постоянно упоминать не только о молекулах, но и о тебе. Ты лучшая! Забудь, Сабрина. Мне некогда заниматься всякими практическими заданиями. К тому же теперь тебе поможет Маринетт. Ладно, ты права, Хлоя. Мы всё сделаем, не переживай. У тебя всё нормально? Конечно, Маринетт. Тогда почему ты не можешь помочь нам с проектом? Это совершенно не твоё дело. Вообще-то моё, раз мы теперь в одной группе. Так? Ничего, Маринетт. Мы с тобой выполним и опишем эту практическую работу. А затем Хлоя её представит. Всё справедливо. Нет, это не справедливо. У вас что, всегда так? Да! И ещё с начальной школы, когда я стала делать за Хлою домашнее задание. С тех пор мы с ней лучшие подруги. Тебе что-то не нравится? Идём, Сабрина. Сабрина, Хлоя нагло пользуется твоей добротой. Ты не должна всё делать по её указке. Ведь это не настоящая дружба. Я не просто лучшая подруга Сабрины. Я единственная подруга. И она будет делать, что я говорю, ведь она без меня никто. Лучше вообще ни с кем не дружить, чем дружить с тобой. Прекрасно. Тем более у меня есть дела поважнее. На голове такой бардак, и мой стилист Жан-Клод уже заждался. Увидимся. Маринет! А? Спасибо, что вступила из-за меня перед Хлоей. Ты такая смелая. Эм, ну, да, мы же с тобой подруги. Ну, конечно. Мы теперь станем общаться, и у меня наконец-то появится настоящая подруга, которая мне будет помогать. Нам с тобой будет так здорово вместе. Мы сделаем презентацию и расскажем мадам Менделеевой правду о Хлое. Точно? Да... Точно. Ура! Жду тебя от библиотеки, подружка. Что значит, вы не выполните задание за меня? Маринет права. Я тебе не рабыня. Подождите, но я так не говорила. Ну, Маринет не купила у Габриэля суперсимпатичный берет, а я, да, и могу дать тебе его поносить. Прости меня, ты пытаешься получить ее дружбу в обмен на какой-то берет? О, очень, очень красивый беретик. Я думаю, он мне пойдет. Прости, Сабрина, но мне кажется, под прикрытием совместной работы ты хочешь отнять у меня подругу. А-а-а! Моя прическа! А-а-а! Не надо! А-а-а-а! Не надо! Да-а-а-а! Прошу! А-а-а-а! Флаг когти! А-а-а-а! Нет! А-а-а-а! Пора перевоплощаться! И Sketchau! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Прямо! А-а-а-а! Я слышал, что тебя тут почти с ног сдувал. Меньше шуток, больше дела. Нам попался опасный паренёк. Где он? Не знаю, но он наглядно иллюстрирует свою позицию. Похоже, жизнь иллюстратора нацелился именно на тебя, Хлоя. С чего бы это? Нет, меня все обожают. Да, ведь ты такая классная. Да, Лиди Баг назвала меня классной. Мы просто обязаны сделать совместную фотографию. Ужас какой. Я, конечно, получилась супер, а ты как-то не очень. Давай ещё раз. Прости, я не фотогенична. У кого-то появилась фанатка. Да, блеск. Что такое? Почему ты так странно себя ведёшь? Ну, признайся, это же круто, что кто-то от тебя фанатеет. Ты издеваешься? Ну всё, уходим. Да ты что? А если он иллюстратор нападёт на неё снова? Вот ты и оставайся. Пока. Что значит пока? А то. Хочешь её защищать? Пожалуйста. Только без меня. Так что пока. А-а-а-а. Леди Баг, напиши мне, ладно? Прости, Тики. Просто эта Хлоя выводит меня из себя. Так, успокойся. Злость никогда ни к чему хорошему не приводит. Мне сложно держать себя в руках. Особенно в школе. Вот ужас. Сабрина, проект! Похоже, у тебя появилась новая подруга. Это был ты в библиотеке. Что тебе нужно? Хотел тебя увидеть. Что ж, ясно. А зачем ты напал на Хлою? Потому что Хлоя жестокая эгоистка. С этим не поспоришь. А что ты со мной сделаешь? С тобой? Ты же маринет. Ты красивая, милая, идеальная. Я никогда тебя не обижу. Ух ты, как мне приятно. Спасибо. Так вот, я хотел спросить. Ты, в общем, сегодня у меня день рождения. Я хотел тебя пригласить. О, вообще-то я сегодня очень занята. У меня практическая работа. Еще нужно позвонить одной подруге, чтобы встретиться и... Прошу тебя, Маринет. Будем только ты и я. Надо же. Это я. Тебе нравится? А-а-а. Да, очень. А знаешь, я все-таки загляну к тебе на праздник. При одном условии. Проси что угодно, Маринет. Ты оставишь Хлою в покое, и я не переношу насилие. Твое желание будет исполнено. Увидимся на левом берегу, в Ноттердам. На закате! Что ты творишь, Маринет? Похоже, бедняга Натаниэль влюбился в меня. А Леди Баг может расправиться с его вторым я, зло-люстратором. Да, но как Леди Баг расправиться с ним, если ты пойдешь на свидание с ним, как Маринет? А может, нашему свиданию помешает ревнивый кот? О, Сабрина такая эгоистка. Заставляет меня выполнять задания. Мозг скипает. Эй! Супер-кот, а ты разбираешься в физике элементарных частиц? Да я просто спец по элементарным частицам. А, супер! Садись, котик. Вот, займись моим пророкотическим заданием. Я скаламбурила, я умница. Обхохочешься. О! Тебе не кажется, что нельзя исчезать, а потом названивать, Леди Баг? Прости, зря это. Можешь выйти от Хлои. Вместо нее надо защитить вот эту девушку. Ее зовут Маринет. Симпатичная, правда? Зло-люстратор влюбился в нее и обещал не трогать Хлою, если Маринет придет к нему в гости на день рождения. Разберись с ним, пока он отвлечется. Ну, а ты? У меня есть очень важное секретное задание, и я с тобой еще свяжусь. Справишься без меня? Ха! Ты еще спрашиваешь? Опасность миновала. Что ж, до встречи. Уходишь? А как же практическое задание? Сабрина, ты меня напугала. Прости, я этого вовсе не хотела. Получила мое сообщение? Да, да, получила. И как раз собиралась тебе позвонить. Правда? Я так и знала. Ну, конечно. И поэтому сделала твою домашку. О, это было необязательно. Ну, ты же теперь моя подруга, и я хочу тебе помочь. Спасибо, но мне этого не надо. Вот как? Ну, ладно, но только один раз. Отлично. Что ж, поработаем над практическим заданием. Эм, мне очень жаль, Сабрина, но у меня сегодня очень важное дело. Очень важное дело? Правда? Как интересно. Знаешь, кто еще все время так оправдывается? Эм, не знаю. Кто? Хай! Теперь я вижу, что вы с ней похожи, как две капли воды. Ты тоже ждешь, что я буду все делать за тебя, да? Да нет, что ты. Правда. Просто... И зачем я только делала за тебя географию? Йоу! Я подумал, что тебя надо спасать из лап той девчонки. Поняла? От лап. Кстати, я не представился. Меня зовут Суперкот. Да, я в курсе. Ты постоянно всех спасаешь. Кстати, я Маринет. Ну и зачем ты пришел? Кажется, твой поклонник очень опасен. Но не переживай, ты под защитой. Что ж, тогда я спокойна. Но мне нужна будет помощь. Поработаешь с супергероем. А как же Леди Баг? Обычно вы вместе. У нее сегодня какие-то дела. Так что моей Леди Баг будешь ты. Я Суперкотом буду бороться со злодеем? Надо же! А что мне делать? Просто отбери у него карандаш, малышка. А дальше я сам. Все это очень романтично. Но ты не должен отвлекаться от своей цели. Хочу, чтобы Маринет влюбилась в меня. Ну а мне нужны талисманы. Достань их! Иначе. Лата, хорошо, достану. С днем рождения. Маринет. Спасибо, что приняла мое приглашение. Ух ты, тут так красиво. Нравится? Подожди, это еще не все. Ты что, издеваешься? Не хотел тебя напугать. Я просто не могу рисовать в темноте. Вуаля! Ты такой одаренный. Не понимаю, зачем ты используешь свой талант, чтобы причинять зло людям? Не всем людям, только Хлои. Но теперь можешь не волноваться. Ты сдержала свое обещание, и я сдержу свое. Кстати, и я тоже немного рисую, но, конечно, не так хорошо, как ты. Ты наверняка замечательно рисуешь. Может, нарисовать тебе что-нибудь в честь твоего дня рождения? Было бы замечательно. Маринет, пожалуйста, отпусти Стила. Нужно кое-что нарисовать. Слышишь? Нет, я заберу его. Суперфот, здесь будешь! Маринет, ты что, с ним заодно? Вот я простофеля, а я-то думал, что нравлюсь тебе. Но ты такая же, как Хлоя. Обманываешься, издеваешься и смеешься надо мной. Да что такое? Кошмар! Почему сегодня все меня сравнивают с Хлоей? Беру свои слова обратно. Сегодня Хлоя получит урок, который не забудет никогда. Мы в ловушке. Что делать? Суперфот, возьми палку, поставь и выдвини ее. Отличная мысль. Да, я гений. Мне пора. У супергероев всегда полно дел. Бороться со злом, спасать девушек. Так что мне пора бежать. Потом поблагодаришь. О, я поблагодарю? Это ему нужно благодарить меня. Если бы не я, мы бы так и сидели в этой клетке. Поторопись. Верно. Без нас он Хлою точно не спасет. Простите меня, Мадам. Но после того, что произошло в библиотеке, я просто не могла работать над проектом. Это было бы слишком больно. Посмотрите, что случилось с моей, моей прической. Конечно. В это совсем никто не поверит. Даже огромный фен не испортит моей красоты. Супер-кот, это ты? Хлоя, куда ты убежала? Прячешься? Как это мило. Решила поиграть в прятки? А зря. Я выиграл, Хлоя. Я тебя нашел. Мои платья от кутюр, коллекционные туфли. Ты, ты чудовище. Ты любишь издеваться над другими людьми. Но тебе не нравится, когда шутят над тобой. Так ведь, Хлоя? Так. Так. Ой, сломал каблук, держи равновесие. Так-так, тебя ветром занесло? Никто меня не заносил, Супер-кот. Я сама сюда пришла. А что у тебя было за тайное задание? Если скажу, оно перестанет быть тайным. В комиксах это бы назвали финальным поединком. Но если бы вы по-настоящему знали Хлою, вы бы точно не старались ее спасти. Она ужасный человек. О, это неправда. Я душа любой компании. Свет, он не может рисовать в темноте. Ясно. Катаклизм. Катаклизм. Вот, котик, лучше поиграй с этим шариком. Эй! Я стираю тех, кто встает у меня на пути. Нет, 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 нет. Талисман Супер-котаклизм. Талисман Супер-кота, забери его, ну же! Подожди-ка, сначала отдай мне кое-что. Леди Баг, у этой кошки не девять жизней. Супер-шанс! Попрыгунчик? Глупышка, думаешь, это меня остановит? Верно! А! 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 Пора не знать демона! Попался! Пока, маленькая бабочка. Чудесная Леди Баб! Где мы? Получилось! Нет! Талисманы уже были у меня! Или почти были! Я все равно их заполучу и тогда стану повелевать миром! Что случилось, когда появилась Леди Баг и Супер Кот? Ну, если честно, с ними стало только хуже. Они вырвались и начали крушить все вокруг. Стали бросаться попрыгунчиками. Попрыгунчиками? Надеюсь, ты вчера вечером уладила все свои важные дела, дорогая подружка. Не стыдно, Сабрина. Давай встретимся сегодня в библиотеке и выполним задание с тобой вдвоем. Поздно! Мы с Хлоей делаем задание вместе! То есть, ты делаешь за двоих? Конечно! Она была так напугана! Кстати, красивый беретик! Тебе нравится? Хлоя одолжила! Она самая лучшая подруга на свете! Хлоя, свое домашнее задание готово! Привет! Наслышан о твоих приключениях Супер Котом. Ты испугалась? Я испугалась? Ха! И не мечтай! Точнее, ты мечта! Точнее, размечтался! О, это кошмар какой-то! Хорошо! Ну и как тебе Супер Кот? Крутой, да? Еще бы, да! Но круче тебя все равно никого нет! Это уж точно! Ты самый-самый из всех! Это значит, крутой, да? Ты хоть понимаешь, что только что расхваливала Эдриана и называла его крутым? Он до меня дотронулся! Не буду стирать этот пиджак! Девочка, тебе надо учиться контролировать свои эмоции! Субтитры сделал DimaTorzok